Ну вот на юге Армении есть страна. Называется Иран. У этой страны ни один союзник. Это не только Китай, с которым Иран подписал военное соглашение и стратегическое партнерство на десятилетия вперед. Есть еще Индия у Ирана. И эта Индия расположена к Армении. Индия сегодня заинтересована в транспортном коридоре север-юг через Армению с выходом на Грузию. И Китай заинтересован в этом. И Иран, будучи 90-миллионной страной, имея такое население, такие военно-политические ресурсы, технические ресурсы, Иран получил себе этих союзников, потому что он с ними работал. Но Армении союзники не нужны. Армения не прорабатывала себе альтернативных союзников. Но за пять лет пребывания у власти Пашинян мог бы озаботиться этим вопросом? Я не говорю сейчас про предыдущих властей Армении, которые потеряли десятилетия и ничего не сделали для диверсификации внешним политикам. Но конкретно у Пашиняна почти пять лет было время этих союзников найти. Почему он это не делал? Потому что он боится. Он боится Путина и Алиева. А почему боится? Потому что он дал обязательства, которые он не в состоянии реализовать перед Путиным и Алиевым. Возникает вопрос, а зачем вы обещали им это? Зачем нужно было обещать, что Арцах должен войти в состав Азербайджана? Зачем нужно было обещать транспортный коридор через Сюрик? Понимая, что Иран будет категорически против. И для Ирана это действительно красная черта. И вы увидите, что для Ирана это красная черта. Вы скоро это увидите. Полный тупик, полная деморализация, полное отсутствие какой бы то ни было воли. Так дальше продолжаться не может. Если Пашинян продолжит свой курс нынешний, то это приведет к полной безоговорочной оккупации южных провинций Армении. Вопрос только в сроке. Израиль на открытии Бакинского посольства у себя прямо заявляет, что они вместе с Бакинским режимом создают единый фронт против Ирана. А что Армения делает? Создает ли она хотя бы один фронт против Бакинского режима? Какая страна мира может претендовать на роль союзницы Армении в создании единого фронта против Бакинского режима? Есть только одна страна. И это Иран. Но никаких телодвижений в отношении Ирана нет. Ничего не предпринимается в этом направлении. Иранцы много раз предлагали армянам провести совместные военные учения. И что ответил официальный Ереван? Ничего. Молчание в ответ. Если вам не нужны союзники в лице Ирана, то нам, армянам, нам, народу простому, нам эти союзники нужны. Потому что нам нужно выжить. Мы не собираемся уезжать из страны. Мы не собираемся улетать на Кипр, в Европу, в Канаду, в Москву, куда угодно. Не собираемся. Мы хотим жить здесь и растить здесь наших детей. А для этого нужно обеспечить безопасность. А для безопасности нужны союзники. У Азербайджана целых три союзника. Это Путин, Эрдоган и Нитальяху. Сколько союзников у Армении с ее нынешним курсом, которые имитируют сотрудничество с ОДКБ. Ни одного реального союзника. Ни одного. ОДКБ в 2020 году показало, что она, эта организация, проводит откровенно проазербайджанский и антиармянский курс. Ну, чего вам еще непонятно? Мне многие говорят, вот ты постоянно критикуешь Пашиняна. Неужели он ничего хорошего не сделал? Сделал одно позитивное. О чем я могу сказать? Он согласовал мониторинговую миссию ЕС на линии соприкосновения с бакинскими банками. Да, это действительно позитивный шаг. Я это признаю, я об этом говорил открыто. Но дальше что? Нельзя быть наполовину беременным. Почему армянское правительство не думает над тем, чтобы согласовать постоянную военную миссию ЕС на линии соприкосновения с бакинскими бандами? Почему вы этого не делаете? Вы Путина боитесь? Алиева боитесь? Эрдогана боитесь? А смысл бояться? Вы что, не видите? Что происходит вокруг? Что они хозяйничают уже где хотят? При этом Иран поддерживает решение Евросоюза о мониторинговой миссии на линии соприкосновения с бакинскими режимами. Поддерживает. Потому что в вопросе Сюника, в вопросе транспортного коридора север-юг Иран и Евросоюз союзники. Иран же не просто так хочет этот коридор получить уже десятилетия подряд. Хочет восстановить этот коридор. Цель состоит в том, чтобы наладить транспортные потоки в Евросоюз. Европе это выгодно. И Ирану это выгодно. И нам с грузинами это выгодно. Так чего вы ждете? Армения это страна, которая может помирить. Те центры силы, которые сегодня находятся в условиях противостояния. Это на первый взгляд может показаться парадоксальным, но это факт. Мы та страна, которая может помирить Соединенные Штаты Ирана. Мы та страна, которая может помирить Европу Ирана. Можем. Но мы для этого ничего не предпринимаем. В этом беда. Вот уже пять лет правительство Пашиняна говорит про транспортный коридор Север-Юг. Во время своей поездки в Гюмри я видел, какой транспортный коридор вы собираетесь делать. Вы толком не можете дорогу до Гюмри построить. Нормальную дорогу не можете полноценно построить. Там небольшие отрезки. О каком коридоре Север-Юг идет речь? Вы только языком молоть умеете. Возьмите, построите нормальную дорогу. Четырехполосную. На север Армении с выходом на Грузию. Слабо? Или только разговаривать о мире вы готовы? О юге, о дороге на Мегри я вообще молчу. Там можно себе все почки отбить. Посмотрите на очереди из иранских фур в районе Татева. Посмотрите, какая это разбитая дорога. Это так вы пытаетесь стратегически транспортный коридор Север-Юг построить? Слушайте, вам вообще не стыдно. Но сколько можно обманывать людей? Сколько можно заниматься имитацией? Ну если вы не готовы это делать, ну уйдите это стойно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.